всем привет вы на канале жить шить со светланой матус и у нас шелковая ткань и это платье которое я еще начала шить семь лет назад но так случилось что вот до сих пор она не не дошита я уже попыток может быть три четыре делала чтобы дошить а у вас были такие ситуации в жизни было ли такое что когда-то начали кроить шить платье отложили а потом опять начали кроить шить но не закончили пишите в комментариях пускай нас будем друг дружку поддерживать потому что ну реально это очень сложные моменты вещи значит что это задумки за платье было длинная в пол отрезной апаталии присборенная апаталии юбка солнце такой прилегающий лиф рукавчик расклешенный к низу и он присобранный внизу в районе запястья очень красиво вот я делаю энную попытку его доделать потому что у меня в понедельник будет фотосессия и я очень хочу в очередной раз на фотосессию уже пошить это платье ой пожелайте мне удачи пожалуйста что же было в первую попытку сделано а была раскроена юбка солнце присобранное в последующих попытках было сострочено обмета на наверлоке даже при утюжина и заутюжина рукавчик тоже долго кроился так же как и лиф потому что на лифе я хотела чтобы вот это вот шикарная роза цветок или как еще его тут можно назвать лилия может быть не знаю можно долго разбираться очень долго кроила потому что хотел же по центру груди вот получился этот цветок ну остальные уже цветы как располагались вот например на одну вытачку такие у меня попала надпись надпись у меня сейчас скажу если еще где-то попало сейчас расскажу как нас ага вот вот название этого бренда одежды тот кто изготавливал ткань ткань именная очень красивая и еще у меня была проблема подобрать подъюбник под эту ткань мне нужна была такая же структура шелковая и главное это цвет чтобы совпадал потому что когда мы с вами краем и потом сшиваем юбку при собранное солнце у нас в обязательном порядке должна быть юбка трапеция внизу иначе у меня все фалды будут западать между ног когда я буду ходить это будет жутко дискомфортно вот поэтому сейчас я буду утюжить еще эту ткань и мы будем кроить еще к этому платью юбку трапецию сейчас у меня задача вот этот помятый лиф который уже был отстрочен вот смотрите как хорошо сделаны у меня здесь вытачки я очень люблю вот таким вот образом их обрабатывать чтобы ну не на нуле ну не на сантиметр не так не доходить до центра груди хотя и так я тоже люблю обрабатывать а иногда я делаю цельную линию особенно в шелках потому что здесь вот этот вот центр крайне сложно сутюжить ну вот эти шелковые ткани они очень не любят вот этих всех моментов но естественно вытачка по спинке плечевые тоже были состроченные обмотаны сейчас я буду это все приутюживать а и буду заутюживать и дальше уже дошивать это это платье здесь у меня еще что здесь у меня дилемма как обработать вот эту вот горловинку потому что здесь можно обработать двумя способами видите здесь спереди она как лодочка почти а по спинке у меня при открытая спинка где-то на половинку спинки у образным вырезом здесь можно обрабатывать горловину или так называемой обтачкой под 45 градусов но придется делать отделочную строчку но без нее никак я не могу эту обтачку перестрочить но это некрасиво будет ее обязательно нужно будет фиксировать отделочной строчкой которую в я бы тут очень бы не хотела делать на этой ткани я бы хотела бы здесь на самом деле сделать обтачку по горловине перестрочить ее в чистый край но дополнительные строчки очень не хотелось бы мне делать вот ну естественно здесь боковом шве будет наша потайная молния ну естественно тоже будем втачивать вметывать и втачивать наши рукавчики начинаем утюжить наш лиф сейчас будем приутюживать складывая в два сложения таким образом вот например еще же у нас не приутюжена вернее не обработана горловина и росток по спинке мы сейчас так складываем уравниваем детальки по вот этому вот среднему шву и можно конечно здесь как попало это делать но я очень так не рекомендую особенно тогда когда эта вытачка прострочена во первых я сейчас очень четко выложила вот этот вот средний шов по спинке это плечевой и так кладу чтобы вот эту вот линию не растянуть на самом деле я ее еще перепромерила а вот этот лиф я буду его немножко ниже делать вот эту линию выреза по спинке углублять и здесь вот уже и такая строчка есть что я дошла до нужного мне место развернулась без закрепки и стежок стежок пошла еще на протяжении 6 7 сантиметров то есть очень настоятельно вам рекомендую вот там где у вас какие-то разрезы никогда не делайте закрепки или там молния потайная или тут разрез такой сейчас у меня будет лучше дойти повернуть и пройти еще 5-10 сантиметров назад идеально стежок стежок и вот сейчас укладываю моя задача сейчас лифт приутюжить огромная польза от того что уже была проложена вот это вот стяжка еще раз вам напоминаю поставлю здесь кружочек палочка с точечкой выйдет мастер-класс по по как правильно делать вот эти вот стяжки это по пройме по горловине по ростку и пока ты рукава они спасительные прямо вам говорю и вот даже несмотря на то что долго-долго эта вещь не сшилась она готова сейчас вот вот раз ее можно дошить вот а если бы не было этой про строчки от вообще я бы даже не бралась бы пока по ее не сделала можно приутюживанием пройму растянуть до немоверных размеров тут так такое понаделывать что потом еще очень долгое время нужно было бы эти все дефекты устранять и все остальное а когда есть стяжки всю жизнь прекрасно и удивительно так значит приутюживаем с паром сейчас мы работаем с паром да очень аккуратно приутюжим а потом будем класть вот эту вот уже простроченную вытачку на ребро тоже здесь вам поставлю ссылочку на мастер-класс как правильно сострачивать вытачки как их потом утюжить более детально это более такие старые у меня есть мастер-классы на канале я никогда вытачки не буду делать закрепку я ее свожу на нет она там меньше одного миллиметра от сгиба ткани да потом ее два-три раза завязываю и впускаю тоненькой иголочкой вот сюда вот во внутрь ткани но так чтобы ни в коем случае не было видно с лица вы даже когда вы вот так раздвигаете ни в коем случае вот в этом мастер-классе тоже вот есть все эти подробности как что это делать и здесь тоже сейчас буду приутюживать вот так эту вытачку с паром но ни в коем случае не переходя ее концовку ни в коем даже на миллиметр то есть до конца вытачки а потом я покажу как правильно заутюживать тоже кстати говоря в этом мастер-классе тоже эти все моменты есть также укладываем плечевой вот так же приутюживаем и все вот эти вот вытачки по переду вот здесь тоже не доходим до самого конца здесь вот очень четко видно как я обрабатывала вот этот вот угол видите чик-чик но там есть тоже в мастер-классе как это делать смотрите по ссылке как же идеально утюжить эти все швы лучше на колодке и обязательно лапти которые мы или лапти которые минуты в кавычках лапти называются которые я уже рассказывала как делать колодка можно на столе но легче на колодке то есть она высоту там где-то 20 сантиметров длину 80 так как мы утюгом наезжаем вот так да практически начало оберлака вот так раздвигаем очень мало мочим к ватчиком как я показывала а потом теплое фиксируем также самому утюжим наши вытачки вот это по задней половинке то есть мы и едем на нашем утюге вот таким вот образом с утюживаем вот эту верхнюю часть и потом я еще крайне рекомендую вот под вытачкой про утюжьте чтобы убрать вот этот отпечаток от вытачки бывает это остается а потом очень быстро наложить сверху этот лапоть он зафиксирует что вот здесь даже несмотря на то что шелк практически полностью с утюжилась край вытачки и никаких отпечатков нет проверяем с лица как выглядит вот смотрите вот это вытачка вот она практически идеально от утюжена концовочка хорошая никакой лаз и нет ничего не даже микро нет никакого пробития очень хорошего качества шелк очень мне нравится с ним работать очень благородно и очень хорошо отрабатываются все швы таким способом который вам показывает а средний шок а вот на этой вытачки я специально ее не корректировал эти тоже все идеально сутюживается ну все подробно смотрите в том мастер-классе здесь тоже все идеально но если присмотреться вот чуть-чуть видно пробитие вытачки видите вот тут чуть-чуть то что я вам и говорила что укладываем вот чем хороша колодка то что вы положили и утюг у вас не зафиксировал не заутюжил ничего лишнего сейчас на утюгом я вот так буду отодвигать вот так раз аккуратненько под вытачкой при утюжу и зафиксирую все лаптем но сильно там давить лапать не надо а вот наша вытачка красоточка все уже нету убрали вы когда про утюживаете вот здесь убираете отпечаток очень часто бывает что это вытачка немножко становится знаете как торчком там про утюжили и здесь еще раз пройдите утюгу очень аккуратно можете еще раз под то есть как бы вы утепли ну разогрели всю ткань а потом фиксируете лаптем то есть многократно это поделайте ну я имею ввиду многократно пошейте много платьев и вас будут идеальные вытачки всегда ну конечно же смотрите все мои мастер-классы и я очень даю детально пошагово все то же самое я даю на наших курсах шитья в нашей школе шитья так что записывайтесь приходите у нас индивидуальные занятия и групповые занятия вся информация под видео вот я уже при утюжила плечевые только что я убрала лапоть проверяем как у нас все выглядит класс нет отпечатков нет очень удобно утюжить на колодке вот крайне вам рекомендую ее где-то заказать ну как-то обязательно здесь как только запишу мастер-класс об этой колодке поставлю здесь ссылку и вы тоже можете заказать где-то в своем городе или сами сделать если вы можете работать с деревом там не совершенно несложно вот совершенно несложно и у нас здесь же с вами волшебные стяжки если бы их не было вот я как мастер запрещаю вам утюжить плечевые и вообще что-либо утюжить в этом изделии если у вас нет стяжек без стяжек единственные вещи которые мы делаем это трикотаж потому что мы его на готовую сразу же сшиваем там невозможно посмотреть вашу выкройку если вы его от начала до конца как готовое изделие не сошьете а вот костюмно-платильный весь ассортимент должен быть всегда со стяжками горловина пройма окат рукава это ваша святыня вот только тогда у вас будет идеальные результаты и мне очень удобно например и переднюю часть вот так вот вы утюживать кстати вот это вот черта такая вот мокренькая я по центру ставила мылом такую длинную линию благодаря которой я находила центр вот этого цветка а прям чтобы он по груди по центру был по центру полочки был она осталась и и убрать можно только намочил ее с лица ну естественно и вот эту часть тоже я сейчас про утюживаю чтобы очень хорошо все сидела лежала вот сделайте себе подарок как для мастера эту колодку вот одна уже нагрудная талиевая вытачка по переду от утюжена смотрите какая отработка все очень хорошо замечательно угол не острый и сейчас я вам покажу как же это делать опять же на нашей любимой колодки то есть устанавливаем и естественно все вытачки всегда за утюживаем к переду к центру передали к центру спинки вот у меня идет тут приталивание под грудью вот эта грудь это под грудью то есть от талии у меня одинаковое значение а потом так плавно и вывожу строчку я имела ввиду тут вот где ровненько я сейчас буду так мочить аккуратненько к ватчиком и за утюживать с такими вот движениями вот это вот край колодки чуть-чуть сдвигаем смотрите вот уже центр вытачки я положила за утюжила лап отсюда не кладите здесь достаточно слегка подуть вот так и поддержать чуть-чуть пальчиком и она зафиксируется только тогда вы не насадите здесь миллион глаз смотрите видите нет ни единой лас и все красиво все замечательно давайте дальше с вами вместе будем утюжить наши вытачки вот мы кладчик помните что мы сбиваем с него воду и потом вот таким движением наносим так распределилась уже по волокнам ткани водичка вот смотрите я отжать не могу хотя вот она что-то блестит там но отжать не могу ничего не капает то есть оно не должно быть супер мокрым так и вот так раздвигаем за утюживаем и где-то на два сантиметра вам здесь и сложно будет туда дойти это на два сантиметра не доходим аккуратненько прижимаем дуем чуть-чуть фиксируем лаптем вот мы уже с вами подобрались к самой главной части я уже ее только что выложила смотрите здесь работаем только носиком утюга не ставим его никуда вот максимум на сантиметр я даже вот сюда не становлюсь вот она уже даже легла хорошо я даже еще ничего не фиксировал вот здесь можно фиксировать вот так вот пальчиком сейчас она зафиксируется будет просто идеальная утюжка вот на грудной вытачки я имела ввиду вот сюда не тыкайтесь видите вот пошел подъем вот сюда нельзя даже любой влажной тепловой обработкой заходить вот сюда нельзя на подъем выпуклости здесь тоже нежелательно то есть мы вот это главное вот этот сантиметровый сантиметровую часть сутюжить это еще очень хорошо утюжиться этот шелк бывает очень капризный шелк вот сейчас практически все готово но сейчас я ее остудила но царите я ее сдвигаю у меня вот здесь пошла легкая фалда да я сейчас ее вот так буду отгибать это делать только после того когда самый центр вот этот вот остынет видите вот я его кладу он идеально лежит здесь все замечательно то есть вот так вот перемещаем и главное поймите что здесь когда вы утюжить и нужно утюжить так чтобы с другой стороны не сделать заминку заломки кто вообще не дай боже а даже легчайший ну как-то вот как даже не складочка а здесь она может закладываться вот нет это все в порядке может закладываться просто от тепла поскольку этот шелк очень капризный здесь нужно будет передвигать передвигать часа с этой стороны от утюжу потом зайду вот с этой стороны видите легкая волна такая вот здесь эту тюжу сейчас выложу попробую вот эту часть ну практически практически нет но буду сейчас смотреть то есть вот еще очень главное не сделайте больше чем надо лучше и враг хорошего то есть потом если будете много здесь вот так утюжить потом придется вот эти ласы здесь под низом убирать а это тоже очень сложно и вы можете нарушить уже хорошую при утюжку изначально вот здесь у меня сейчас тут вообще идеально от утюжина я сейчас буду очень аккуратно это шаманить все дальше